Для тысяч выпускников Воронежских школ наступает горячая пора, завершающего этапа подготовки и сдачи единого государственного экзамена. У нас в региональной базе данных сейчас для участия зарегистрировано 11 287 человек. Обращаю ваше внимание, что здесь есть выпускники как текущего года, это порядка 10 тысяч человек, причем их количество сравнимо с прошлым годом. Также здесь есть те выпускники, которые издавали этот экзамен в прошлый период, это выпускники прошлых лет, их 844 человека. Обращаю ваше внимание, что их количество увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. Это связано с тем, что значительная часть из них пересдают неудовлетворительные оценки, которые они получили в предыдущий период, и часть из них пытаются улучшить результат для того, чтобы попробовать свои силы для поступления в высшее учебное заведение. Отдельное внимание уделено тем выпускникам, которые имеют особенности здоровья. Это экзамен выпускной, так называемый государственный выпускной экзамен, 131 человек, которым будут созданы специальные условия. В том числе дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Кому-то из них продляется экзамен, кому-то из них создаются специальные условия, как, допустим, ребятам, которые имеют ослабленное зрение, либо ослабленный слух, либо другие нарушения здоровья. Каждому из них будут созданы специальные условия. На территории Воронежской области организовано 65 пунктов для проведения единого государственного экзамена. И все они оборудованы системами видеонаблюдения, металлодетекторами и другими техническими средствами, позволяющими очень жестко проконтролировать весь процесс. Запрет на наличие пользования мобильной связью и другими средствами связи или другими информационными приборами или гаджетами, это все будет контролироваться в том числе, как я уже сказал, через систему видеонаблюдения, так и через систему подавления сигналов сотовой связи, которая будет установлена в большинстве пунктов проведения единого государственного экзамена, которая позволит без нарушения установленных, я подчеркиваю, норм и требований, соблюдать установленный порядок проведения единого государственного экзамена. Предпочтения воронежских выпускников по выбору обязательных предметов практически не отличаются от среднероссийских. У нас пользуется наибольшим количеством выборов это общество знания. Это связано с тем, что большинство вузов страны этот предмет выставляют в качестве вступительного испытания. Второй по численности у нас физика, вот здесь я хотел бы отметить то, что количество ребят, которые выбирают физику, у нас увеличилось по сравнению с предыдущим периодом, это не может не радовать. Значит, количество ребят, которые хотят посвятить себя негуманитарным предметам, здесь я ничего против не имею гуманитариев, но все-таки, когда у нас был значительный провал технической направленности, физика показывает, что это так, и физика, и химия, и биология, которая идет третья, это тоже подчеркивает все-таки уже сбалансированный выбор выпускников. Если говорить о новшествах и нюансах этого года, то мы впервые будем опробировать несколько технологий, которые, несколько субъектов всего будут опробировать, это технологии, которые позволяли бы нам полностью уйти от так называемого человеческого фактора при проведении единого пассуарского экзамена и при обработке результатов. Мы будем в 12 пунктах осуществлять печать КИМ в аудиториях, чтобы было понятно, то есть контрольные измерительные материалы не будут туда доставляться спецсвязью, а будут печататься через закрытые каналы связи непосредственно в аудитории. Второе, это то, что в значительном количестве пунктов мы будем проводить сканирование сразу после завершения экзамена, сканирование работ. Это другая система, то есть работы, выполненные участниками, не пакетируются и не везутся в региональный центр, в областной центр, а будут непосредственно сканироваться и опять же по каналам спецсвязи отправляться в региональный центр обработки информации. Мы уже опробировали эти форматы и нам позволяет говорить о том, что на следующий год мы будем рассчитывать, что полностью будем уходить, минимизируя все риски, связанные с возможными нарушениями этих процессов. То есть в каждом пункте будет осуществляться печать КИМов непосредственно перед детьми, то есть они зашли в аудиторию и уже будут получать распечатанные контрольные измерительные материалы для того, чтобы приступить к их исполнению. И сразу после завершения в течение часа, максимум двух, будет проведено сканирование и отправленная работа сначала в региональный центр, а потом дальше уже в федеральный центр тестирования. Еще один момент, который мы опробировали с вами в прошлом году, и я подтверждаю, что он будет работать и в этом году, это работа сессионного центра. Мы изменили, единственное, что я вижу, значительные коллеги, которые участвовали в этой работе в прошлом году, мы изменили его местонахождение, теперь мы оборудовали в полном объеме такой центр в Воронежском институте развития и образования, Березовая роща 54, и мы вас приглашаем в момент проведения каждого экзамена в данный сессионный центр. Это будет возможность не просто увидеть, как проходит инвекционный экзамен, а в том числе и поучаствовать, если, к сожалению, мы будем фиксировать какие-либо нарушения, это будет отображаться на видеостене, и мы будем понимать, что онлайн-наблюдатели, которые проводят свою работу, поставив такую метку, увидели какие-либо нарушения действующего регламента, и, соответственно, мы будем на это реагировать. Мы будем в соответствии с установленным порядком, вплоть до удаления участника, без права пересдачи этого экзамена. И здесь я бы хотел обратиться уже, используя такую возможность ко всем участникам единого государственного экзамена, и их родителям, знакомым и родственникам, ну, не испытывать судьбу, и это, я говорю уже там в течение 8 лет практически, да, и очень хорошо, что большинство участников меня слышат, и не только лишь меня, они, прежде всего, соблюдают установленный порядок проведения единого государственного экзамена, что цена вопроса очень велика. За пользование, я подчеркиваю, просто наличие, даже не пользование, а просто наличие того же самого мобильного телефона, участник единого государственного экзамена удаляется без права пересдачи. Значит, он не получает, если это предметы обязательны, аттестат, если это предметы по выбору, он не получает возможность в дальнейшем поступлении в ВУЗ. Я не думаю, что нужно испытывать здесь судьбу и нужно как-то пытаться обмануть или же поступить таким образом, чтобы кто-то это не заметил. Опыт показывает, что если это не видит организатор аудитории, это видно на онлайн наблюдении, либо это определяется, допустим, с средствами технического контроля на входе в пункт проведения инвесторсного экзамена. Поэтому я думаю, что это очевидно для всех, и я рассчитываю очень сильно на то, что таких нарушений у нас не будет, и значит нам не придется принимать такие серьезные решения Государственной комиссии.